что значит быть кадет ведь для этого мало просто учиться в кадетском училище это еще и честь совесть верность любовь к родине и вера в бога когда тебе больно когда ты не знаешь что делать когда тебе тяжело ты начинаешь читать про себя молитвы ты начинаешь думать то что бог есть он тебе поможет он тебя спасет и тебе становится легко вера бога для меня очень важную роль играет потому что она помогает там пройти сложные испытания какую-нибудь трудную ситуацию выйти из нее собрать волю в кулак вера она как бы дает поддержку и опору для того чтобы достигать своих целей вообще идти к ним московская президентская кадетское училище имени михаила шолохова кросс гвардии одно из востребованных в россии она ведет свою историю уже более 20 лет и воспитывает преданных защитников своей страны за родину за веру обычно воин и мне тоже приходилось участвовать в боевых действиях и конечно всегда до любой войну вспоминает бога у нас цель вообще в этом нашем заведении это конечно прежде всего воспитать порядочных нормальных граждан своей страны и мы уже с восьмого класса начинаем отслеживать ну кто может быть дальше продолжать путь по военной стезе потому что не каждому это дано быть офицером к детском корпусе учатся 370 ребят с 5 по 11 класс день в училище расписан по минутам за шесть дней пребывания здесь юноши помимо школьной программы осваивают строевую подготовку обучаются стрельбе самбо игре на музыкальных инструментах танцам и другим видом творчества здесь создаются все условия для того чтобы свободное время ребята проводили с пользой так шикарная школа жизни которая дает дружбу понимание мужского дела и может направить на путь истинный кадет это прежде всего мужчина и защитника своего отечества а совсем всю историю россии вера была нераздельно связана с армии потому что вот вспоминая историю россии империи примеру россия русский воин шел в бой и и со словами за бога царя и отечества вера дает воину духовную силу побеждать врага но все же главная особенность учебной программы в кадетских классах патриотическое воспитание не зря же говорят духовность для кадет приоритет поэтому вполне оправдано наличие в учебном плане предмета основ православной культуры на уроках священники знакомят ребят с такими понятиями как совесть христианская семья рассказывают о православных праздниках библии и молитве без чего немыслима жизнь человека религия вера она в жизни каждого человека является фактором которые регулируют какие-то моральные нормы и так далее так сложилось исторически что мой прапрадед николай владимирович юририков является новомучеником и в сорок третьем году был репрессирован и в гулаге собственно говоря скончался в 2006 году рождения был причислен к лику святых поэтому как бы у меня так сложилось что у меня семья весьма набожная и поэтому это наследственно передалось расскажи вот на своем опыте как вера тебе помогает ну вот когда какая-то там тяжелая контрольная когда ты ничего не понимаешь там когда вот у нас на литературе задают гигантские стихи читать и ты понимаешь что что остался один день ты ничего не выучил и ты начинаешь нервно учить и ты в то время начинаешь читать про себя молитву и она как бы помогает мне выучить и все сдать в 2011 году произошло исторически значимое для корпуса события был освящен новый православный храм по имя святого равнопостального великого князя владимира ведь именно он является покровителем войск росгвардии кадеты в храме бывают регулярно молятся о своих родных и близких о трудностях и нуждах кадетской жизни работаете с молодым поколением может быть отслужено ли сейчас молодежь приучить к духовно-нравственным ценам ну это все всегда было сложно и сейчас тут вот что важно понимаете мало наверное просто приводит закон божий тут нужно работать с большим спектром источников чтобы ребятам было понятен язык священного писания язык церкви чтобы было понятно богослужение чтобы один символизм когда как который носить потому что они же в основном в основном все растут в на каких-то таких вот примерах пол достаточно плоских это же там телефон и неглубокая литература и музыка очень трудно не понимать это чужой мир и нужно по потихоньку по постепенно их вовлекать сюда и так до потихонечку все 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 возможно вот был бы человек господь всегда его ждет примет батюшка недавно вернулся из зоны спецоперации отвозил бойцам гуманитарную помощь и духовно окормлял воинов рассказывает что приходилось крестить прямо на передовой ведь перед лицом опасности даже атеист хочет надеяться на чудо не у всех еще далек от совершенства их образ во церковление но тем не менее приха не видят что при приезжают священнику да что можно поговорить что церкви есть до этого дела до них есть дело когда человек сталкивается лицом к лицу со смертью безусловно он как-то острее смотрит на вопросы веры вопросы этические нравственные вопросы отношения к ближнему без безусловно для него это становится актуально более скажем чем для человека который находится здесь наверное так на сегодняшний день для каждого кадетского класса раз в четверть проводится литургия и служатся молебны перед сдачей экзаменов а также организуются экскурсионные поездки по святым местам столицы ребята в связи с тем что вот у нас есть такая возможность посещать богослужение бывать храме они получают опыт церковно приходской жизни и поэтому те знания которые они получают на занятиях по основам православной культуры или во время бесед со священником они не остаются просто таким интеллектуальным грузом они воплощаются в жизнь есть у нас выпускники кадетского корпуса кадетского училища который сейчас случится в семинариях так и случилось в жизни глеба после обучения в кадетском корпусе он поступил в духовную академию и теперь служит родине через служение богу жизнь христианина и жизнь и служение родине они разы неразрывно связаны друг другу вопрос что христианин понимает по служением родине вот служение родине не заканчивается только лишь на служение в армии служение родине может быть разным например священник служит ли он в армии но в какой-то степени служит однако священник не берет руки автомат если он возьмет руки автомат он перестанет быть священником то есть он тоже служит родине но несколько иначе александр вырос в семье военных с детства хотел защищать родину училище только укрепила его веру и парень понял долг перед отечеством это и долг перед богом у меня моей жизни был пример моего отца вот и вот как я уже говорил я видел как живет отец и вот у ребенка не помню какой священник сказал у ребенка так как стакан воды да вот подросток в него можно влить вот ток в этот объем стакана воды вот в который вот он сможет вместить вот и хорошо когда ребенок сам захочет чтобы стакан был наполнен вот в моем случае вот я узнал о боге узнала вере через пример вот высокий пример христианской жизни моего отца во время съемки александра увидела его классная руководительница мы стали свидетелями их теплой встречи вот так здесь любят и ждут своих учеников это это самое самое мы радует что может быть классный руководитель я часто привожу примеры из этого учебного заведения когда мы общаемся там с ребятами в семинаре или когда-то спрашивает из людей потому что на самом деле училище дает столько возможностей вот которая навряд ли может дать какая-нибудь школа или кое-нибудь другое учебное заведение те основные базовые принципы которые закладываются здесь в воспитанниках училище они по сути-то христианские вот нам товарищ майор всегда говорил сам погибай на товарища спасай вот положи душу свою за други своя вот и когда мы бегали там кроссы мажь броски всегда еще и шел зачет по последнему то есть не мог прибежать первым и получить приз вот самое главное последний коллектив вот и и вот основные базы вот закон и коллектива они на самом деле сильно переплетаются вот законами евангелия и когда вот человек вот обучается в таком учебном заведении он приобретает огромную пользу для себя наш съемочный день в училище совпал с празднованием дне матери ребята подготовили для своих мам концерт каждому так важно поздравить свою самую родную и любимую маму мама я люблю тебя а чего ты желаешь своей маме в этот праздник дорогая мама я бы хотел поздравить с этим замечательным днем пожелать счастья главное здоровье чтобы все у тебя складывалось хорошо на работе и была ты успешно а я буду любить тебя и защищать дорогие мамы в этот день я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником спасибо вам за то что вы проделали этот нелегкий путь для нашего воспитания родина честь и вера вот три заветных слова для кадетов изучая историю страны и ее культуру они формируют свои идеалы которым будут стремиться всю жизнь так пусть этими идеалами для них станут святые русские воины хранители русской земли и православной веры ксения аксёнова михаил юферев кирилл сусакин телеканал спас